Вечер в студии Евгения Рой, вы смотрите разговор в прямом эфире. И сегодня наш гость Сергей Куприн, временно исполняющий обязанности начальника Дмитровского отдела вне ведомственной охраны Росгвардии по Московской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, приглашаю вас участвовать в нашем разговоре. Звоните нам по телефону 42233 или пишите в нашу группу ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нашему гостю. Вы у нас были в июне? Да, полгода назад. Тогда вы были в Рио заместителя начальника. В Рио заместителя начальника. А теперь вы в Рио уже начальник. В Рио начальник, точно так. Тяжело? Как входите в новые обязанности? В рабочем порядке все, справляемся. Но нагрузка увеличилась? Есть такой момент. А что прибавилось? Зона ответственности, это если было как заместитель направления по технике, сейчас это от уборки листьев. Весь отдел, да? Да, в основном, ну как это, финансо-хозяйственная деятельность больше. Ни отпусков, ни выходных? Ну, есть выходные. Выходные есть, да? Есть. В целом, как настроение вот в отделе, мы же понимаем, сейчас обстановка непростая, вот эта история с террористическими атаками. Ну, да, в случае БПЛА, но это в основном у нас происходит на южной стороне Москвы, да, то есть на Московской области, да, то есть это городской области, Истра, Красногорск, Одинцово. Ну, вас тоже держат, да, напряжение? Конечно, то есть это на ежедневных инструктажах, также с личным составом всем доводим полученную информацию, где какие БПЛА предотвращены, вот, то есть всю оперативную значимую информацию доводим, действия по воздушной тревоге обязательно отрабатываем, да, и как и условно, то есть теоретическую часть, так и практически. Режим работы у вас какой-то более ужесточенный? Нет, сейчас все пока в рабочем порядке, да, то есть никаких усилений нет. Вас куда-то привлекают в какие-то операции в другие части Московской области? Ну, если проходят какие-то массовые мероприятия, то есть, соответственно, по распоряжению, да, мы там определяется количество человек, какой-то там футбольный матч, то есть туда выделяем личный состав. А в спецоперациях вы не участвуете? Нет, нет, нет. Ну, округ большой, у вас и так хватает работы. Давайте определим задачи вашего отдела. Ну, основной задачей внешней охраны является охрана объектов на договорной основе, то есть охрана объектов физических, юридических лиц, соответственно, охрана общественного порядка и общественной безопасности. Предприятия, да, различные учреждения, да? Да, охраняем, то есть на территории Московской области под охраной находятся более 66 тысяч объектов физических, юридических лиц, из них более 51 тысяч, это охрана, это именно места хранения личного имущества граждан. То есть дома, дачи, гаражи и другие. А в вашем отделе сколько людей работает? Более 140 человек в штате у нас получается. Прилично, все достаточно. В целом, сколько отделов по Подмосковью? По Московской области у нас 31 отдел университетной охраны, еще дополнительно у нас 71 пункт централизованной охраны, то есть по Московской области расположено так, чтобы, так сказать, из удаленных уголков даже в Московской области мы могли оперативно реагировать. Помогать друг другу, да? Конечно. Но у вас не самый крупный, да, наверное, отдел? Ну, у нас рота, то есть, да, у нас подразделения рота есть, где подразделения по Московской области есть батальоны, то есть несколько рот, взводов, у нас два взвода, средний отдел, так скажем, немаленький. Как этот год оценить вот уходящие в целом ощущения? В плане? Ну, напряженный год, достаточно спокойный, неоднозначный. Я думаю, стабильный. Стабильный? Стабильный, да, все, никаких у нас таких особых... ЧП не было, да? ЧП не было, да, вот на моей памяти уже более трех лет, наверное, краш вот именно с мест личного хранения имущества граждан за домом в квартиру у нас не допущено, именно сохраняемых. Изменения в работе не только отделов, в целом Росгвардии были в этом году? Да нет, таких существенных изменений никаких нет. Позитивных не было, да, а негативные? Все в рабочем порядке. Все в рабочем, все решаемо, да? Конечно. Ну, это на самом деле люди в погонах не должны жаловаться, это понятно, что приходят, то в рабочем порядке преодолевают. Конечно. А по поводу сотрудников, какие это, то есть какие обязанности, какие у вас внутри отдела есть, подразделения? Вы имеете в виду кандидаты или... Нет, нет, именно действующие. Действующие сотрудники, но у нас, то есть и технический персонал, то есть и сотрудники групп задержания, которые непосредственно... Это самое многочисленное, да? Ну, основная задача, что у нас охрана объектов, поэтому на виду вот у нас экипажи, соответственно, это сотрудники именно групп задержания, то есть старшие водители, то есть основная масса, ну, так сказать, основной коллектив. Костюм, да. А в основном мужчины? Конечно. Женщины есть оперативники? Есть, но их не так много, но тоже они и в экипажах есть, и в отделе кадров. Мне вот всегда интересно было, а вот женщины, оперативные сотрудники, какие качества должны быть у женщины, чтобы вот эта работа нравилась? Волевая, целеустремленная, мужественная? Я думаю, ничем они не должны отличаться от качества мужчины, поэтому это тоже сотрудники полиции, конечно. Но не просто им, наверное, приходится? Ну, есть такой момент, да, тоже. Ну, ничего, мы преодолеваем. Уходят или задерживаются, закрепляются женщины и сотрудники? Ну, смотрите, у нас в нашем штате не так много женщин, то есть есть отделы по Московской области, которые охраняют, так скажем, объекты физической охраны, там больше, так сказать, женский персонал, там именно на постах охраны. В группах задержаний, конечно, должны быть в основной массе мужчины, потому что это задержание, опять же, кого-то скрутить, кто-то побольше, кто-то поменьше, соответственно, женщина не так справится. Есть кадровые проблемы, есть вакансии в отделе? Ну, на данный момент у нас все, опять же, скажем, стабильно, да, то есть периодически требуются люди, кто уходит на пенсию, кто просто, ну, изъявляет желание, да, уйти куда-то в другую структуру. Ну, это очень редко, то есть, ну, всегда мы, то есть, могут позвонить люди, найти телефон в интернете, позвонить в отдел кадров, и там расскажут по всем вакансиям, это не обязательно может быть наш отдел, то есть, если нас сейчас смотрят граждане других, да, городов тоже, можно в любой отдел позвонить, и, то есть... Найдут, где есть вакансии, да? Конечно, да, да. А какие требования к кандидатам? Ну, в любом случае должен быть молодой человек, если это молодой человек, то есть, если мужчина, это служба в армии, минимально это среднее и полное образование, то есть, 11 классов. Ну, и, так сказать, физическая подготовка должна быть на уровне, и, ну, это основные требования к сотруднику. Ну, то есть, вы говорите, в основном сотрудники держатся за свои места, да, редко уходят? Ну, у нас текучки нет. Нету, да? Да. Поэтому все. А вы сколько уже в Росгвардии? Я уже более 18 лет. Прелестно, да. Вот за эти 18 лет, что поменялось в службе, как вы видите? Ну, здесь сама служба немножечко поменялась, в работе не изменилось ничего, оно как была внественная охрана, занимались охраны объекты, так и занимаемся. Единственное, то есть, если мы раньше были в милиции, потом мы перешли в полицию в 11-м году, в 16-м году вот сформировали уже отдельную, то есть, структуру, такую, как Росгвардия. То есть, нас переподчинили туда, и теперь мы вот сотрудники Росгвардии, но сотрудники полиции, то есть, со специальными званиями полиции. То есть, внешне мало что изменилось, да? Внешне много что изменилось. Наоборот, да, внешне много. Внешне, да, много поменялось. А внутренняя суть службы та же осталась. Да, так точно. Вот разные отделы, вы как-то взаимодействуете между собой? Конечно, у нас идёт плотное взаимодействие, то есть, мы общаемся, то есть, делимся опытом. Обмен есть сотрудниками? Конечно, периодически мы выезжаем до другого отдела, смотрим, как там ведётся работа, как они там... Своего рода проверка, да, дорогие друзья? Да, но только это, так сказать, не проверка, это помощь, так скажем, да, мы, оказывается, делимся опытом, так скажем, да, то есть, может быть, мы как-то не понимаем, да, какой-то нам объяснят. Или у вас что-то, да, либо у нас какой-то есть лучшее, да, мы уже... А вот какие сильные стороны вашего отдела? Нашего отдела? Дмитровского. Ну, у нас все сильные стороны. То есть, есть, чего получиться по всем. Конечно, да. Ну, это хороший настрой, такой боевой, да. А вот, кстати, тоже интересный вопрос. Вы говорили, да, физическая податковка хорошая. Участвуют ваши сотрудники в соревнованиях спортивных? Какой вид спорта лучше всего даётся вашим сотрудникам? Ну, у нас периодически проходят, ну, тоже областные соревнования, то есть, где мы лучших сотрудников туда выдвигаем, так скажем, занимаем призовые места, то есть, различные. Это и армрестлинг, и футбол, и гиревой спорт, лыжи, ну, если... А лучше всего какой? Лучше всего, это, конечно, у нас футбол. Футбол, да. То есть, у вас есть звёзды, да? В отделе, безусловно, есть звёзды. А где побеждали, вот в каких соревнованиях? Именно как от отдела? Ну, это... Ну, это... Ну, это... Ну, это может быть в рамках сборной Подмосковья. Ну, у наших сотрудников, они, конечно, в свободное время, они в сборных выезжают, ну, были у них победы, так сказать. Я не могу сейчас назвать, где именно. Но даже международные, да, турниры? Да, один сотрудник участвовал у нас в международном турнире, да. То есть, они были... Хорошо. Ну, очень хорошая история у нас. Она исплачивает и опять-таки развивает, да? Да, у нас проходят также и праздники. То есть, вот недавно мы провели, так сказать, мероприятие выездное. То есть, это со всей области были представители, собирались команды. Ну, спортивный праздник, да, то есть, тоже там были, так скажем, конкурсы, да, то есть, там люди приезжали с семьями, то есть, и болели друг за другом, и футбол проходил, и рестлинг. Ну, семья вообще шикарная. Да, то есть, вот такой вот он, спортивный праздник, так скажем, для объединения, то есть... Понятно. А ваши сотрудники не только же внутри Подмосковья, они в какие-то командировки по России выезжали, выезжают? Ну, командировок у нас мало, так скажем. Ну, вот недавно там открылся, так скажем, курортный комплекс в городе Сочи. Нашего сотрудника туда командировали на три месяца. Сейчас вернулся, работает уже в экипаже. И какие задачи у него были? Охрана общественного порядка, также на территории, так сказать, этого комплекса. Уже в новых условиях. Что рассказывает, там по-другому проходит служба? Да, нет, как же. Задачи те же самые. Те же самые, все знакомые. То есть, приказы те же, задачи те же. Ну, там, наверное, все-таки какая специфика? Много туристов, там, наверное, есть еще индивидуальная охрана. Индивидуальная охрана нет. Нет, он не занимался. Нет, нет, нет. Это именно поддержание охраны, ну, то есть, на территории. То есть, чтобы не было конфликтных ситуаций, так же. Подготовка сотрудников как проходит, какие основные параметры? Ну, сотрудник, то есть, кандидат, когда приходит на службу, то есть, перед тем, как его назначат на должность, он стажируется, там, от двух до трех месяцев. То есть, в зависимости, за каждым кандидатом, да, закрепляется свой наставник. Вот, это еще перед прохождением первоначальной подготовки, да, которые мы специализированы, ну, после прохождения стажировки, он отправляется в учебный центр, то есть, для прохождения там на четыре месяца, где его обучают, там уже непосредственно специальной подготовкой теория идет, нормативно-правовая база, физические, то есть, боевые приемы и огневая подготовка. Перед этим, вот, закрепляются наставники, то есть, они могут уже, ну, по результату, да, по этой стажировке сказать, подходит этот сотрудник или нет. То есть, уже на этом этапе мы можем либо отсеять, либо, наоборот, какие-то выводы сделать. А так далее идет вот подготовка, то есть, учебный центр, после этого сотрудник сдает нормативы по, так скажем, теорию, практику и огневую подготовку. И уже назначается в экипаж. Ну, а потом аттестацию, да, периодически? Аттестация, она, да, она идет раз в пять лет, то есть, для подтверждения, да, свою, то есть, так сказать, работоспособности, или как это назовем, да, то есть, это плановая аттестация. Есть неплановая аттестация, если сотрудник, соответственно, так скажем, не очень прилежный, то есть, для него можно устроить неочередную аттестацию уже на его профпригодность. Все проходят аттестацию или бывают отсеиваете периодически? В основном проходят все, потому что тоже периодически у нас проводятся занятия и в отделе, то есть, у нас даже каждый инструктаж, каждое утро, то есть, после проведения утреннего инструктажа, все идем на турник у кого, то есть, возрастная группа какая, кто на отжимание, кто на турник и так далее. То есть, поддерживаем. Как вооружен сотрудник ваш, оперативный работник? Группа задержания, вот экипаж, это специализированный транспорт, два сотрудника вооружены табельно автоматическим оружием. В этом году приходилось применять оружие? К счастью, нет. Нет, да? Ну, а так вот, какие чаще всего моменты с задержанием происходят? Ну, в основном у нас это с магазинов, то есть, охраняемых. Алкоголики, да? Ну, в основном, да. Ну, либо алкоголики, либо это граждане, так сказать, не особо обеспеченные, пытаются там вынести продукты дорогостоящие, там какие-то, кофе в основном, там. В основном, конечно, это алкоголь. Задерживаем, доставляем. Так вот и особо значимых каких-то, ну, так скажем, все стабильно. Ну, отметить можно, да, вот если все помнят случай на Семенюка, когда там гражданин на газели переехал пешехода, пытался скрыться с места преступления, наши сотрудники его оперативно задержали, доставили уже в органы внутренних дел. Да, ну, то есть, периодически возникают все-таки моменты, когда приходится применять силу. Конечно, в любом случае. Это, в основном, это люди в состоянии алкогольного опьянения, да, то есть, сильного. Где-то какие-то массовые драки проходят, тоже выезжаем, разбираемся, доставляем. А сейчас активно идет кампания, да, по, скажем так, привлечению бойцов на специальную военную операцию. Ваши сотрудники, кто-то откликнулся, пошел? От наших сотрудников нет, наших работают в штатном режиме. Добровольцы идут, то есть, они также обращаются к нам, заполняем анкету, и уже их, соответственно, в специальные организации, которые ведут подготовку. То есть, люди, которые отслужили, да, сейчас на гражданке, они к вам обращаются? Да, они, добровольцы приходят, обращаются к нам, все могут обратиться, то есть, мы уже им подскажем, как, куда обратиться. Какие документы, что подадят? Что нужно, да. Как часто обращаются? Один-два кандидата в месяц стабильно имеется. Понятно. Вы как, не думали, все-таки там достаточно для человека в погонах интересная работа? С вашей точки зрения, вот участие, даже не в самой, может быть, специальной военной операции, а вот на территориях освобожденных, скажем так, в Луганске, в Донецке поработать? Да нет, я-то не рассматривал, потому что у меня здесь тоже, как бы, семья, но если переезжать только куда-то, ну, пока такой вопрос я не рассматриваю. И сотрудников кто-то рассматривал? Потому что я знаю, что тоже активно приглашают. Я знаю, что по области есть сотрудники тоже, которые рассматривают этот вопрос, и некоторые уже перевели, да, перевелись туда, то есть, работают. А с нашего отдела пока таких желающих нет. Вот там-то точно совершенно другой опыт работы, да, другая обстановка. Там, соответственно, этой структуры-то и не было, это вновь, так сказать, уже будет на этой освобожденной территории, это заново, то есть, как структура. Давайте поговорим, какие услуги оказывает ваш отдел? Услуги охраны объектов на договорной основе, то есть, это охрана домов, дач, гаражей, то есть, любых видов собственности, как юридических, так и физических лиц. Последние два года активно, то есть, берем и транспорт под охрану, то есть, это личный транспорт граждан, либо организации. Вот это либо охранная сигнализация, либо тревожная сигнализация, либо это охранно-тревожная сигнализация, то есть, в комплексе, да. Какие тарифы у вас? Если это квартира или гараж, это вот 270 рублей, там, это абонентская плата. Дома от 1000 рублей, идут автомобили, то есть, если это автомобиль 2016 года выпуска и старше, то есть, они дополнительного оборудования никакого не требуют, там уже установлена кнопка SOS, то есть, там достаточно только перепрограммировать, заключить контракт, и все, то есть, это 450 рублей в месяц. Ну, тарифы-то достаточно приемлемые. Да, и тарифы на фоне того, что меняется экономическая обстановка в стране в целом, да, то есть, у нас тарифы в течение последних трех лет не менялись. Не растут, да? Не растут, да. Оборудование какое используете? Оборудование мы используем различное, то есть, у нас есть несколько систем передачи извещений, то есть, это радиоканал, есть GPRS-канал, ну, стараемся сейчас, вновь принятые все объекты, конечно, уже на более совершен, то есть, вот, которое современное оборудование, это по GPRS-каналу, то есть, на него берем по защищенному. Импортное или российское? Только российское. Только российское, да? Только российское производство. То есть, у вас полный переход на отечественное, да? Да, у нас существует определенный перечень, допустимых к использованию внесной охраны устройств, то есть, да, технических средств, согласно которому мы, то есть, что или иное можем. Опять же, в этот перечень также добавляется периодически что-то новое, то есть, проходят технические советы, где также участвуем мы вместе с, так скажем, производителями этих охранных систем, то есть, где обсуждаются вопросы, где что-то улучшить, где что-то добавить. К нам присоединяются телезрители через интернет, просят задать вам вопрос, как проходит ваше дежурство, ну, вот ваших сотрудников? Проходит дежурство? Начинается все с утреннего инструктажа, то есть, сотрудник инструктируется, проводится с ними отработка приемов борьбы, да, то есть, силовых приемов. Опять же, я сказал физическое подготовку. Далее они заступают в маршрут патрулирования, и уже у каждого закреплен свой маршрут, они на месте не стоят, то есть, патрулируют, и при получении сигнала тревога непосредственно уже выдвигаются. Вот, когда получили сигнал, время реагирования какое? Время реагирования, возможно, короткий срок. То есть, ну, в среднем это до пяти минут. До пяти минут, не больше? По городу, да, если это где-то за городом, это в районе двадцати пяти минут. До двадцати пяти минут по округу, да? Да. Был момент, когда вы оперативно выехали на какой-то дальний выезд, и успели, скажем так, предотвратить? Да. Ну, к счастью, у нас таких и не было, так сказать, чтобы предотвратить. В основном, люди, если что-то пытаются куда-то залезть и видят, что там какая-то охрана либо сработала, либо заметили, они оставляют только сломанные замки, так скажем, дальше не идут. Так случаев таких особо. Ну, мы понимаем, да, сейчас зимний период начинается, и дачные, скажем так, участки, они... Да, они остаются без хозяев, потому что в основном у нас здесь москвичи, которые оставляют их, они уезжают в квартиры. Соответственно, надежным и лучшим способом будет поставить под охрану, под централизованную охрану, под вневедомственную, на пульт централизованного наблюдения. Но помимо этого, конечно, лучше, как совет, использовать, конечно, это в комплексе. То есть помимо того, что технические средства охраны, еще дополнительно лучше установить решетки, также если это дом, да, то есть либо руль вставни, какие-то двери. Но это также специалисты, если дом ставится под охрану, наш специалист выезжает, и в любом случае по инженерно-технической укрепленности дает вот эти все рекомендации. Ну, а как еще профилактику проводите? Ведь дачные кражи – это бич, самый настоящий. Профилактику, ну, во-первых, они патрулируют периодически на своих маршрутах, также все СНТ, также проводят агитационную работу. Да, работа с председателем СНТ, да. Конечно, у нас проводятся рабочие встречи, на которых также обсуждаются, доводятся все вот эти тарифы, так сказать, условия, все преимущества наши перед, скажем, частными охранными предприятиями. К тому, как частные охранные предприятия, то есть там нету в штате таких, то есть у нас, если это сотрудники полиции аттестованы, то есть с вооруженным табельно-автоматическим оружием, то есть на автотранспорте мобильные, специальный раскрас, то есть свето-звуковая индикация. Также в наших полномочиях это задерживать и доставлять, да, в случае чего, в отличие от частных охранных предприятий. А также в приоритете у нас идет именно охрана имущества, а не цель какой-то наживы, да, скажем, потому что весь полученный доход, который мы получаем, идет в федеральный бюджет. Ну, в общем, вы не коммерческая структура. Вы не коммерческая структура, поэтому... Понятно. Ну, в многоквартирных домах как вы работаете? Здесь какой у вас алгоритм? Какие сигнализации там используете? В многоквартирных домах, ну, во-первых, квартира, в любом случае, опять же, это после выезда мастера, нужно смотреть, где расположена квартира. То есть, если это первый и последний этаж, то это... Это одна история, да? Да, если это где-то между этажами, получается, это другая. Там достаточно одного датчика на вход и на открытие двери. Если это последний, первый этаж, то это блокироваться должны все помещения, которые все, я имею в виду, с окнами, где есть доступ, возможно, для возможных, так сказать. Противоправных действий. Понятно. Вы работаете не только с физическими лицами, но и с юридическими. Предприятия той же торговли, да, вот вы рассказывали, магазины. Магазины, да. А с кем еще, с какими предприятиями? Да, различными. С промышленными, да? То есть, любые, ИП какие-то, то есть, энергетического комплекса объекты, то есть, оружейные комнаты. Интересно, своя же специфика, да, есть? Можете описать? Ну, каждое, допустим, требование, они, конечно, различные. Если это комната хранения наркотиков, есть определенный приказ, есть свои методические рекомендации. Которые просят такую комнату, кто просит? Не, ну, это комната хранения. Допустим, вот у нас есть на территории комплекс, да, вот он охотничий, там, алисинара, там у них своя комната хранения оружия. Ну, это оружие, да, да. Да, вот, если это наркотики, мы говорим, то есть, комплексы, это в основном фармацевтика, да, то есть, это аптеки, какие-то склады, так далее. И к ним определенные требования, есть рекомендации и так далее. То есть, они при оборудовании, у них свои требования. А еще какие вот у вас есть виды, да, промышленные предприятия, скажем так, предприятия, которые занимаются торговлей? Ну, в основном это магазины, да, сетевые, либо какие-то частные магазины, ну, либо ИП, которые там занимаются непосредственно, ну, там, какие-то, либо это, те же нотариусы, еще кто-то, то есть, ну, такие, ну, как сказать, любые формы. Да, спектр большой. Телезрители присоединяются к нам, добрый вечер. Здравствуйте, Евгений, у меня такой вопрос. Можно ли работать в Росгвардии без службы в армии? И действительно ли сотрудники Росгвардии имеют право не представляться и не называть причину задержания? Спасибо. Нет, ну, конечно, я уже сказал, что при поступлении на службу это обязательное условие службы в армии. А по представлению, то есть, они в любом случае обязаны представиться, то есть, по первому требованию они... Не только при задержании, просто при обращении. При обращении граждан они обязаны представиться. Здесь, не знаю, откуда такая информация. Ну, тоже люди хотят понять границы, да, возможности сотрудника. А что, скажем так, какие права, какие обязанности, да, у человека в погонах, тем более вооруженного человека? То есть, ну, смотрите, если это, опять же, возьмем на примере магазина, то есть, либо какого-то другого предприятия, если мы приехали по сработке, и там идет непосредственно угроза жизни, здоровью, либо имуществу, соответственно, мы уже имеем право задерживать и доставлять. Если там нету, соответственно, грубо говоря, тот же какой-то питейное предприятие, да, там бар какой-то приехал, мы нажали кнопку, там сидит молодой человек, никак себя, то есть, не проявляет, просто в их же заведении, так скажем, употребил, он им не нравится. То есть, соответственно, мы здесь, никаких полномочий у нас нету, его не задерживать, не доставлять, не выгонять. Это межличностный конфликт, называется? Конечно, то есть, соответственно, это уже ложный вызов. Если они не применяют друг другу спецсредства, да, в виде воздействия кулаками и так далее. Я говорю, да, если он себя никак не проявляет, ведет себя спокойно, просто вот по каким-то причинам он их не устраивает. Понятно. По поводу вашей работы с учебными заведениями, я вот вижу периодически, да, происходит тренировочное. Да, проводят специальные учения. А как часто они проводятся и какая их цель? Ну, они в течение года проводятся, а так ежегодно, перед началом учебного года, мы планомерно проводим эти учебные мероприятия. То есть, ну, а цель данных, так сказать, учений, это отработать тактику действий нашими сотрудниками. То есть, слаживание, да, работы в службе, не дай бог какое-то, действительно произойдет чрезвычайное происшествие. Чтобы также и персонал, и сотрудники, и ЧОП, который там стоит, там сотрудник или сотрудница, также понимал, что нужно делать, куда звонить, куда бежать, чтобы не создавать там, грубо говоря, затор или какую-то давку и так далее. Также в классах проводятся, вот уже с учениками непосредственно учителя проводят занятия, да, то есть, куда, то есть, при тревоге, куда мы идем. И уже по результатам этих вот учений, там уже идет разбор полетов, так скажем, да, чтобы было неправильно, так как и у нас, то есть, где там подъехали не с той стороны, то есть, еще как-то там, не осуществили там взаимостраховку, либо так, то есть, ну... То есть, отрабатываете, да? Конечно, то есть, если, не дай бог говорю, продойдет какая-то вот такая ситуация произойдет, чтобы уже все были готовы, то есть, и наши сотрудники, и, соответственно, персонал, и учащиеся. Ну, перед эфиром они рассказали, что не только, да, вот учения, но бывает и вызывают в школы, да? В школы вызывают, бывают конфликтные ситуации, тоже и с родителями бывают конфликты. Финково, да, это было недавно? Ну, это я также, опять же, наши сотрудники выехали, там приехали представители какой-то общественной организации, ну, так скажем, да, блогеры. Вот, никакой там угрозы не было ни жизни, ни здоровью, ни персоналу. Нужная тревога, да? Конечно, то есть, наши приехали, отработали. Бывают периодически вот такие вызовы, где конфликтные ситуации, вас вызывают. Почему именно к вам обращаются, кстати, ни к участковым, ни в полицию? Ну, во-первых, это договор, если заключен, ну, соответственно, они нажали кнопку, тревожную кнопку. Если тревожную кнопку, да? Конечно, то есть, ну, напрямую-то нам так и не звонят. Бывают случаи, но также выезжаем, конечно, в основном это все на договорную основе идет. Ну, выезжают, обращаются. То есть, мы, если это идет, как я сказал, угроза какая-то, имеем право задержать. Если нет, если, опять же, спорная ситуация, приехали, нет никакой ни драки, ни еще что-то. То есть, если собственник уже хочет написать заявление непосредственно, то мы уже берем это заявление и передаем уже в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Либо участкового на место вызывается. Я знаю, у вас, ваш отдел заинтересовал федеральный канал. Приезжали, снимали, что спрашивали? Был, я так понимаю, общий репортаж, так сказать, ближе к Лобни, да, у нас там есть такая деревня Старо. Да, карьера рядом. Да, люди пожаловались, потому что там их обокрали, так скажем, но это было уже давно, так скажем, да. Это неохраняемые дома, то есть, это удаленные, так сказать, территории. На этой территории также всегда проводится, то есть, на всем везде проводится агитационная работа. То есть, ну, люди обычно под охрану встают только, когда что-то случится. Вот, и приезжали снимать репортаж по поводу этого, куда лучше обратиться. Соответственно, мы дали свои рекомендации. Куда лучше обратиться? В отдел невестной охраны. Ну, собственно, к вам, да. Ненадежная охрана, да, конечно. Понятно. В целом, вот, какие советы можете дать людям, как дачникам, как владельцам квартир? Вот, допустим, вот, новостройка, купил человек квартиру, да, по поводу безопасности задумался, что порекомендуете? Я в любом случае, когда вы решите обратиться собственник под охрану, да, то есть, напишет заявление, приедет специалист. Лучше сначала вызвать специалист. Конечно, он даже посмотрит, где лучше, то есть, какие именно технические, средства поставить, какую именно систему, да, установите. Помимо этого, да, с рекомендацией по инженерной укрепленности уже, да, где-то, где какие решетки, двери, усиленные замки, либо еще какие-то рекомендации. Лучшая охрана, конечно, в комплексе, когда помимо технических средств еще есть какие-то вот именно инженерно-технические другие. Так же, как и охрана транспорта. То есть, если вот мы берем под охрану автомобиль, лучше, конечно, также в комплексе, чтобы была и сигнализация свето-звуковая, да, и механические какие-то средства. То есть, это блокираторы коробки, руля, педалей. То есть, в любом случае, если какой-то злоумышленник захочет угнать автомобиль, то есть, он залезет, сигнал уже пройдет через спутник, то есть, уже к нашему дежурному выведет на экран, где автомобиль, экипаж уже туда выдвинется, а пока он там справляется с этими механическими, пилит или еще что-то делает, то есть, это тоже время, они уже приехали и задержали. То есть, лучше надежная защита, это когда идет все в комплексе. А по поводу взаимодействия с УМВД, как оно проходит? У нас есть свои, так сказать, совместные приказы по взаимодействию. В основном, это, конечно, охрана общественного порядка при проведении каких-то массовых мероприятий. Дни города, Новый год и так далее, которые проходят на территории Дмитровского городского округа. Ну, в целом, нормально, конструктивно работаете, да? Да, взаимодействие налажено. Есть какой-то обмен, опять-таки, опытом, может быть? Ну, только при проведении совместных учений, так же, тех же самых, как скажем так, специальных учений на школах, либо еще на каких-то объектах, компрессорные, там, станции, еще что-то. То есть, мы так же, вот это вот, так скажем, слаживание проходит по действиям. У нас недавно в эфире был руководитель отдела участковых, он рассказал, у них конкурс проходил, народные участковые. Кстати, очень хороший конкурс, там очень приятная девушка победила у нас в округе. У вас какие-то конкурсы подобные проводятся внутри отдела? Подобных конкурсов у нас не проводится, единственное, я уже сказал, что у нас периодически проходят какие-то соревнования, где мы участвуем. А если не спортивные, какие еще? Ну, вот недавно прошел, допустим, конкурс «Лучший знаток ПДД», как пример. Как наградили победителя? Хорошим словом. Моральное поощрение. А почему ПДД, кстати? Какая идея кому пришла? Ну, в связи также с участившимися, я так понимаю, дорожно-транспортными происшествиями, так же, чтобы и наши сотрудники... Вовремя мог подсказать громоздную консультацию. Конечно, ну и среди нашего коллектива, чтобы водители также не забывали правила дорожного движения. В следующем году какой-то конкурс планируете? Ну, конкретно мы не планируем, мы же являемся филиалом. А вам присылают сверху, да, идеи? А, понятно. То есть, на вас пробуют, да, как это проходит? Можно и так сказать. Ну что ж, давайте напоследок, как обычно, скажем телезрителям какие-то пожелания, да, вот с точки зрения безопасности, с точки зрения сохранности имущества. Что можете пожелать нашим телезрителям? Как я уже и сказал, то, что лучший, надежный способ охраны имущества, это поставить охрану имущества под нашу централизованную охрану. На пульт университетной охраны, ну и также комплексная защита, да, то есть какие-то дополнительные меры по усилению. Это мы услышали. А вот в поведении, скажем так, человека, что надо взять на заметку? Ну, в плане того, что если кто-то когда-то уезжает куда-то в отпуск, не обязательно об этом распространяться. В соцсетях публиковать, где мы находимся, далеко от дома. Конечно, да, вот эти фотки в инстаграме. Лучше после приезда уже, да. Конечно, все выложить, рассказать и так далее, потому что есть категория граждан, которая обслеживает, да, смотрит, то есть если где находится, значит, квартира либо дома уже свободна, можно туда. Аккуратно с гостями, опять-таки, да? Да, то есть быть повнимательнее, меньше распространяться о своих выездах и так далее. В общем, не создавать вам лишнюю работу и лишних проблем в охране имущества граждан. Да. Что ж, напомню, нашим гостем сегодня был Сергей Куприн, в Рио начальник Дмитровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области. Спасибо вам и успехов в вашей очень важной работе. Спасибо. Всего хорошего и до новых встреч.